Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Дни силы в июле 2024 года. Островки назвали самые удачные дни предстоящего июля. Согласно их подсчетам, особое расположение планет в эти сутки принесет удачу каждому из нас. В этом месяце нам повезет чуть больше, чем в остальных, ведь нас ожидает целых 6 сильнейших дней повышенной энергии. И первый день – это 3 июля. Одним из сильнейших дней месяца станет 3 июля. Планета выстроится таким образом, что каждому будет сопутствовать удача в реализации цели. На этот день хорошо планируют поездки, переговоры, крупные покупки и важные встречи. Но для того, чтобы все получилось, важно проявлять инициативу, а не ждать, что все сложится без вашего участия. Второй день – это 7 июля. Зеркальная дата июля, по традиции, подарит людям много положительного. Этот день также тесно связан с интуицией. Стоит прислушаться к своим ощущениям, мыслям и знакам, которые нас окружают. 7 июля удастся увидеть то, что обычно скрыто от глаз. Это удачное время, чтобы заниматься духовными практиками, думать о будущем, общаться с близкими по духу людьми и учиться. Третий день – это 12 июля. Противостояние Венеры с Плутоном поможет тем, кто знает, чего хочет от жизни. Именно таким людям, уверенным и активным, этот день подарит возможность добиться того, что для них важно. День богоприятен для активности в любом виде спорта, общения и путешествий. Следующий день – это 20 июля. Одним из лучших дней месяца можно смело назвать этот день. В эти сутки люди будут настроены позитивно друг к другу и событиям вокруг них. Очень удачное время для помощи и боготворительности. Сделайте что-то хорошее для тех, кто нуждается в поддержке. Добрые дела, совершенные в этот день, многократно улучшат вашу карму и принесут большую удачную в делах. Следующий день – это 23 июля. Следующим наиболее сильным днем июля считается это число. А позиция Солнца и Плутона хорошо влияет на наше настроение и повысит жизненную энергию. В этот день можно планировать посещение выставок, театра, творческих встреч, намечать дружеские встречи, ходить у гостей, обучаться чему-то новому. Главное, чтобы то, чем вы занимались, было в удовольствии. Именно такие дела наполнят нас силами и вдохновением и богоприятно повлияют на будущее. И следующий день – это 25 июля. Богоприятный, спокойный день, который поможет расставить все по своим местам. Если будете внимательны голосу сердца и приходящей информацией, то получится достичь гармонии в любой области жизни. Будьте доброжелательны к окружающим и спокойны в своих суждениях. Меньше говорите сами, больше наблюдайте, слушайте, анализируйте. А решения, принятые 25 июля, станут самыми удачными.